зачем нужны путешествия у нас тусовки есть такое понятие которое называется дом для всех тайный стиль винчунь как надо водителя привлечь к себе на самом деле звездочки это универсальное средство возможно если правильно мазать там я не знаю отрубленные конечности то они будут отрастать это касается не только автостопа я бы всем рекомендовал учить правила дорожного движения юра кому я мозги делаю я вам говорю это алюминиевая газета выше читать с программой телепередач у нас шахта все только такие читают их бабушки продают семечками на каждом углу верьте людям всем привет сегодня у меня в гостях владимир тарасов он же тарас владимиров просто просто шахтинец а также путешественник автостопщик промышленный альпинист и к тому же повар и повар по образованию да теперь все все обо мне знают вот ты путешественник и у меня к тебе такой провокационный вопрос вот владимир зачем нужны путешествия зачем нужны путешествия они действительно нужны не знаю я хочу тебя услышать ответ ух путешествия знаешь я путешествие расцениваю наверное даже не как конкретно сами путешествия как просто продолжение жизни как одно какое-то ответвление жизни скажем так можно не знаю жить скажем так аля в болоте когда ты сидишь смотришь нтв и ты счастлив а можно как-то двигаться по ней быть живым не давать себе вот как болот что-то происходит за загнивание за илево не хорошее слово давай тебе за илево за илеваться и путешествия они они очень там способствуют ты понимаешь что жизнь ограничивается только там не знаю твоей работой какими-то близким кругом друзей или родственников жизнь она на самом деле находится на этом большом шарике который даже не знаешь его размеров большом или маленький смотришь на глобус он кажется маленьким когда начинаешь куда-то путешествовать он кажется большим вот и как-то понимаешь общую картину мира скажем так смотри а есть же люди которые живут таком духовно-интеллектуальном русле и для них в принципе может быть даже не важно где они находятся вот они настолько погружены в свое творчество в какой-то такой вот мир может быть интеллектуально творческих изысканий что в принципе могут всю жизнь проводить на одном месте и они даже счастливы в этом и особенно современном медийном интерактивном мире когда ты заходишь в интернет и можешь посмотреть там за любую точку мира на самом деле почитать о ней увидеть на видео вот при этом ты допустим там рисуешь картины там или ты занимаешься каким-то другим творчеством вот такой человек живет и в принципе он когда-то где-то бывал он даже он даже выше выезжал за пределы своей улице однажды вот но я утрирую конечно но я понимаю да но вот ему зачем нужно путешествовать нужно ли в принципе вопрос то в том нужно ли вообще у меня просто есть такой знакомый он довольно образованный паренек в жизни если ты смотришь меня привет он скажем так он путешествует именно из своего дома он пересмотрел наверное уже все bbc доступная про планету про все я когда говорю уже не отчетов не съездишь туда куда нибудь там не знаю венецию на канала не посмотришь это я там уже видел все этом основные улицы знаю пересечения как бы у него уже есть как в голове карта венеции там знаю где паркуются лодочники или эти гарьер чеки как они там называются вот и у него все хорошо я даже не знаю нужно ли ему путешествовать вообще или нет кому-то может быть и не нужно ну зависит от внутреннего настроя просто люди то разные и одному нужно одно другому нужно совсем другой или вообще не нужно по моему надо исходить смотреть на человека на его потребности скажем так кто-то себя вполне комфортно чувствует дома кто-то комфортно чувствует в пути как то так но вот насчет комфортного ощущения себя в пути ты же большую часть путешествий проводишь процесс передвижения с точки а в точку б у тебя происходит автостопом больше большинстве случаев да то есть ты все-таки автостопщик в большей степени нежели ну если судить по такой классификации то да я автостопщик можно можно назвать это так а вот сам процесс автостопа то есть комфортен ли он психологически и физически когда тебе нужно каждый раз как-то вот подстраиваться под не знаю там водителя да то есть как то как то все равно так или иначе ему там улыбнуться там как-то с ним продолжать диалог разговаривать с ним кто-то может проехать мимо поговорить посмотрит там мимо проехать ну если такое бывало бывает вот такие моменты плюс не знаю каждый раз нахождение вот чужой машине где-то ты смог сесть где-то не смог сесть пришлось на где-то поночевать где-нибудь там непредвидимых местах да знаешь про автостоп есть такое хорошее сравнение ну я для себя придумал такое сравнение что я его сравниваю с быстрыми свиданиями я не знаю возможно где-то смотрел культ передачу давным-давно или прослышал об этом ну условно говоря есть 10 столиков есть 10 девушек и 10 парней и у каждого парня есть там по пять минут чтобы поговорить с одной девушкой потом они присаживаются и вот так тут тут с меня и партнеров и в конце свидания наложаю отношения с тем кто понравился в автостопе то же самое у тебя за день может быть 10 машин может быть может быть одна машина и ты никогда не знаешь что будет следующим у тебя есть шанс по не то шанс возможность такая появляется просто поговорить с человеком узнать кто он ну не знаю как-то прокоммуникатировать и получить как из этого какой-то опыт или просто удовольствие от общения или его неудовольствие ну то есть в основном автостоп получается это для тех людей которые все-таки любят общаться ну просто вот те люди которые испытывают некоторое такое психологическое напряжение от необходимости общаться с новым человеком им наверное трудно все-таки заниматься автостопом ну наверное да хотя я вспоминаю как я начинал кататься я помню вообще ни с кем не разговаривал я как-то не особо любитель поговорить сел машину там до ростова подбросите да подбросим и все вышло спасибо сюда вот водители тоже бывают разные но в основном конечно автостоп это общение водители тебя берут иногда для разных целей иногда поговорить иногда послушать иногда что-то вместе на мою память мне сейчас вспоминаются два водителя с которыми мы наверное обменялись но может быть тремя фразами за все время нашего общения как сейчас помню был такой водитель в казахстане мы с ним ехали наверно километров 150 я как бы спросил куда едете там докуда подбросите ряда садись и все я пытался там пару раз начать разговор там задал какие-то вопросы односложные ответы и все взгляд дорогу я его не рисовал абсолютно потом кончилось это все тем что мы доехали до заправки остановились прямо на ней у нас кончился бензин то бишь машина заглохла вот и мы друг на друга посмотрели улыбнулись и даже ничего не сказали вот так что иногда попадаются такие водители которые просто хотят помолчать помолчать в компании с приятным человеком слушай вот это интересно и рассмотреть мотивацию и водителя и человека который вот любит вот так вот общаться и потом ну как-то забывать об этом человеке и ехать дальше по своему маршруту просто люди-то разные допустим там для кого-то вообще в принципе любой встречный человек на жизненном пути он настолько вот ценен и что вот нужно именно ему как-то уделять время общаться вот если он как-то ты с ним перекинулся словами у тебя симпатичен как-то ты с ним так коммуницируешь что потом будущем как-то вот ну потом с ним что делать вместе может быть его познакомить еще с кем-то то есть люди некоторые так устроены то есть почему потому что как бы психология человека который автостопом путешествует это такое более легкое отношение к знакомствам в принципе мне кажется когда вот ты проходишь по маршруту так с таким легким отношением к встречающимся людям что может ты скорее всего ты никогда в жизни больше никогда их не увидишь в большинстве случаев тогда ну у меня на мою память один был только человек который я встретил повторно один дядька причем дядька на редкость мерзкий был вот и когда я уже заметил заметил что машина остановилась заметил его рожу заметил что я ее где-то видел и вспомнил что она вызывает мне негативные эмоции но отказываться было уже неудобно вот и в оба раза это были крайне неприятные не тоже крайне неприятный но общение удовольствие не доставляло а так в целом в последние несколько лет скажем так я даже перестал знакомиться с людьми когда ты едешь мне на такой не на какое-то короткое расстояние там не 300 не 400 километров а москва-владивосток у тебя за день сменяется столько водителей если ты не поймал конч фуру там на три тысячи километров что у тебя все в голове перемешивается и именно они уже просто не откладываются в голове и поэтому я сажусь все поехали поехали разговариваем о чем-то можно вполне нормально общаться иногда можем в процессе уже познакомиться но я не делаю на этом акцент если человек как-то не знаю зацепил или ты чувствуешь что может что-то дать ему что ему интересно то что делаешь там в плане автостопа в плане путешествий ну видишь что на твоей волне человек то можно там как-то ненавязчиво дать ему пару контактиков там какие-то интернет группки или как ну где прочитать информацию но хотя люди часто об этом сами спрашивают вот и вот так вот контактируешь с людьми обмениваешься информацией иногда они тебе что-то интересное рассказывают ну вот такой вопрос про отношение про правильное отношение к окружающим людям для ну и для автостопщика для людей в принципе вот я читал книжку Антона Кротова ну много его книжек на самом что это? ну самый известный автостопщик вообще как бы не знаю в русскоязычном мире на разных мировых людей вот и они такие классные маленькие книжки вот удобные такие прикольные вот и он написывает как раз такое ну ты знаешь он такое мировосприятие что ты должен относиться к людям по-доброму там открыто с улыбкой там по возможности больше отдавать там что у тебя есть да хотя ты там с собой может быть одну там как он называет торпеду везешь с гречкой с сахаром или гречкой вот но сам принцип вот такое отношение он говорит когда оно есть тогда вот весь мир вообще просто открыт все двери открыты и ну вот подтвердишь ли ты эти слова может быть что-то к ним добавишь как нужно относиться к окружающим людям и в частности там и к водителям тоже да то есть для того чтобы пропутешествовать весь нужен тебе маршрут и ну как-то не знаю чувствовать в этом мире что ты такой вот человек на своем месте и чтобы улыбка у тебя была искренняя ну в целом это довольно правильный позыв посыл такой я думаю он уже проверен временем товарищем кротовым он как бы чуть чуть подольше всех нас вместе взятых путешествует вот имеет больше опыт чем любой из нас наверно кроме отдельных личностей вот в целом это правильно и наверно к это касается не только путешествий а в целом жизни как как-то относится их жизни как ты воспринимаешь ее это абсолютно правильно если ты встречаешь день с улыбкой то и день улыбнется тебе если не сегодня то завтра не завтра так через неделю наверняка главное не терять силы духа и кого-то внутреннего настроя и все будет круто с водителями наверное точно так же если ты хорошо относишься к человеку то почему должен относиться плохо к тебе бывают конечно исключения когда человек там первоначально как негативно настроен или что там бывают исключения везде но в целом главное нести добро в мир по моему так я услышал да согласен такое мнение встречал отряд друзей тоже что как раз таким вот оппонирующая да что за все нужно платить вот они так раз уже за все нужно платить вот если ты грубо говоря пытаешься куда-то сесть и не платишь там человеку деньги то ну так как бы ты не уважаешь его и себя но когда у них такого отношения то есть что что они выполняют какую-то услугу работу там из точки а в точку б человека перевозят а он просто там взял там улыбнулся вышел как бы да то есть они там податились в бензин там и так далее там вот здесь как можно прокомментировать такую позицию ну что могу сказать все люди разные у всех есть какие-то свои точки зрения ну такие люди могут даже просто не остановиться например я думаю большинстве случаев они не останавливаются потому что те кто останавливается ну хотя нам тоже я я довольно не конфликтный человек и я стараюсь подобрать как бы ну не то что подобрать специальный ключ к с пониманием отнести отнестись к любому водителю иногда есть люди которые хотят ну как я говорил хотят поговорить им даже не важно что ты говоришь им главное чтобы кто-то просто был рядом и слушал у меня как-то был такой водитель и у него тоже какие-то были проблемы в семье что там такое и вроде как что там даже какая-то нечистая сила приплелась потому что какие-то барабашки в доме у него были и он рассказывал как он с этим боролся и но видно было что человеку как-то на душе тяжело что-то он просто сидит вот так вот в баранку вцепился и вот так вот просто едет и обо всем этом думают него такой груз ему давит вот здесь на спину и потом когда мы с ним вечером прощались мы с ним полдня проехали довольно долго у него просто было такой классный взрыв блин в аван спасибо все давай пока удачи мне мне было приятно что я доставил такое счастье человеку маленькое счастье можно сказать так что по сути если уж человек который чего-то ждет до того кого он взял себе на борт получает от него интересное общение позитивное положительное с улыбкой то в принципе можно сказать что ну человек пусть не деньгами но вот своим хорошим общением он как бы ты знаешь если в целом относиться к этой позиции за что надо платить как бы помнишь мой дед говорит делай добро и бросай его в воду послушай добрый человек отпусти меня домой в море спас ты стариков от смерти спас кто ты хоть имя свое скажи дед мой говорит делай добро и бросай его в воду вот я тебе и пригодился я сторонник такого когда у меня была машина я сам как подвозил подвозил автостопчика всех подряд у меня никогда не было какой-то мысли с кого-то взять денег я даже иногда простого там принципиально есть мне просто было приятно кому-то помочь нашему тут кто-то стоит из кого-то другого города приехал не знает куда ехать там я просто подвозил людей вот я сторонник того что не надо когда если ты сам не в большой нужде не стоит как-то требовать вымогать или надеяться на то что тебе заплатят еще я сторонник такой позиции что как говорил борис борисович грименчиков если ты хочешь сказать мне слово попытайся использовать рот если ты остановился перед человеком который стоит на трассе хочу подвести но тебе нужны деньги скажи об этом не надо молчать надеяться что вот он наверно заплатит а может не заплатят чего там вот думать потом когда человек вышел не заплатил сказал тебе спасибо этому вот козел не заплатил мне ну у тебя же есть язык просто очень много проблем нашем мире из-за того что люди не выражают свои мысли и не говорят то чего они хотят это не только про автоступ это вообще про жизнь в целом про семейные отношения про дружеские про про рабочие даже нужно разговаривать обо всем разговаривать и доносить свою мысль до собеседника и наверное убеждаться в том что он эту мысль понял как-то так услышал расскажи какие-то вот говоришь позитивно с улыбкой и все понятно ты такой человек какие-то были ситуации вот ровно противоположные когда что-то случалось в дороге ты знаешь такого глобально серьезно у меня ничего не случалось то бишь такого жестокого негатива я не припомню самое наверное даже не то что негативное а наверное даже смешное это было когда я возвращался из москвы обратно домой и в шахты в ростове уже не помню где у меня тогда был дом вот и где-то под воронежем останавливается к это фура я спрашиваю чё там подбросить он говорит да ща я тебя подброшу к я тебя учить короче буду жизни как бы в непонятках ну типа сажусь он говорит ну что-то начиная там с матом какие-то претензии ты вообще где стоишь короче я тебя уже два раза проезжал ты в таких местах стоял я там остановиться не могу и дядька вот на полном серьезе начинает меня учить где надо стоять так чтобы он меня подобрал и ну я поначалу пытался как бы я же говорю не конфликтный человек как бы объяснить ему дядька но я как бы лучше знаю рыбаку лучше знать где рыбу ловить вот он да ты он там стоял вот я тебя сейчас где подобрал там вообще пост ментовской там короче ты чё там стоишь ну в общем дядька ты на любой на любом месте где тебе удобно остановиться ты остановись я выйду вот он то еще что-то побузил побузил но в итоге я так вышел вот это была такая ну первоначально как бы негативная ситуация но потом я помню что это в целом довольно смешно когда тебя человек который ни разу не ловил рыбу пытается учить где тебе знаешь там на реке стоять это вот бог возле ему . стал там не стоит и вот лови на середину реки и там там уже лови как бы знаешь это вот наверное такая самая явная негативная ситуация была но тебе вопрос как рыбаку смотри как правильно нужно заниматься автостопом вот от начиная от того где остановиться заканчивая тем как допустим выглядеть как себя вести и какие там жесты делать потому что разные там же есть подходы то есть просто рукой кто-то говорит что вот это вот стереотип так никто не делает кто-то говорит наоборот это ты показывает что ты автостопчик причем идти и идти нормально автостопят как правильно как правильно ух ты знаешь первоначально это касается не только автостопа я бы всем рекомендовал учить правила дорожного движения потому что вот эти маленькие железные значочки которые висят на дороге и разметочка она очень много очень много в себе несет скажем так как хорошего так и плохого но в целом ты будешь понимать если допустим два часа где-то простоял под знаком на котором такой крестик нарисован и никто не останавливается то ты будешь понимать почему там никто не останавливается вот и причем правила дорожного движения обычно рекомендовал бы учить всем с детского возраста школьного потому что многие не учат их потому что говорят у меня нет машины я не езжу а для пешехода знать правила дорожного движения и понимать кто тебя должен пропустить ты машину или машина тебя это в принципе тоже очень важно из-за этого много происходит всяких дтп вот по поводу хотя в целом и по поводу стояния откуда уезжать и по поводу как выглядеть я могу сказать все уезжают из плохих места из хороших и и бомжи и какие-то там не бомжи и люди с огромными рюкзаками и собаками уезжают все вот я еще не видел ни одного ни одной могилы где было написано здесь покоится человек который не смог уехать вот ни одного вот я думаю что на каждого человека есть свой водитель для каждого пешехода есть свой водитель который тебя подберет вот но в целом если к этому делу относиться более-менее толково то первоначально я же говорю это правило дорожного движения второе личная гигиена в плане запахов потому что когда ты останавливаешься вроде бы в целом нормальному человеку от него либо запах бомжизма либо сигареты для меня это не сильно критично но как бы тоже когда знаешь такой прокуренный человек тебе садится мне тоже неприятно и запах алкоголя это скажем так три вещи которые отбивают у водителя дальнейшее желание кого-то подвозить вообще вот ну и соответственно нужно еще это в дополнение к правилам дорожного движения понимание понимание водителя то бишь допустим если нет никаких запрещающих знаков но есть условно говоря правый поворот левый поворот на каком лучше стоять на правом повороте когда стоишь водитель тебя почти не видит на левом он видит тебя издалека и может подумать а хочу ли я его брать ага могу ли убрать или там знаешь какие-нибудь может не там не знаю что-то лежало что нельзя никому видеть там какой-нибудь пистолет допустим сотрудником в.д. едет или что-нибудь в этом роде и он его по быстренькому убрал и посадил человек вот это наверное основные такие основные позиции руку как держать просто палец как руку или все равно есть у нас в россии такая секта скоростных автостопщиков ребят которые ездят они проводят гонки автостопные у них специально муднира муднира обмундирование мундирование и у них своя собственная система тайный стиль винчунь как надо водителя привлечь к себе то бишь там не просто рука не просто рука целая система с зрительным контактом там все очень сложно вот ну я такой не сильно одобряю у меня позиция такая я не стараюсь кого-то активно как кому-то активно себя навязывать но и в то же дело я не стою там скром скромный мальчик который первый раз уехал из дома главное до водителя донести то что тебе нужно ехать ты стал на дороге поднял руку с пальцем либо вот так и ты показываешь водителю то что тебе надо туда условно говоря я за симбиоз такой то бишь я показал водителю что мне надо ехать водитель увидел водитель остановился не на я не люблю никого зазывать активно дядька мне нужна помощь 100 рублей даю 200 там или там дай воды попить что-нибудь там такое я этого не люблю я поднял руку тот кто хочет помочь он поможет это моя такая жизненная позиция скажем так а ты упомянул что не должно быть запаха но вот такой вопрос я допустим ходил неоднократно всякие походы при которых невозможно искупаться такое бывало понятно что когда ты именно там где-то есть дороги ты можешь так переночить это река руль там ручей может быть где-то там населенном пункте как-то искупаться но в принципе любой человек любой там после нескольких дней там какого-то хождения каких-то вот там длительных особенно если жара ты потерешь у тебя есть запах реально то есть и опять таки ты одежду не всегда можешь нормально постирать так чтобы она у тебя там не паха то что нужно сменную одежду постоянно иметь переодеваться как и где стараться там купаться потому что ну два-три дня говорю ты по-любому от тебя фан есть не все наверное конечно люди такие но от некоторых фан есть вот как себя вести как нужно купаться не купаться не знаю лучше купаться ты знаешь у меня честно говоря не было никогда такой проблемы с запахом потому что ну когда ты движешься где-то недалеко от людей ты всегда можно брать себе воды товарищ вот кротов которого ты упомянул он говорит что человеку достаточно 5 литра воды чтобы вымыться я мылся я но это проверял я мылся тремя полторашками мне хватило три полторашки или две даже не помню внутри это для того чтобы полностью искупаться с мылом запах устранен ты чист свеж прекрасен насчет стирки ну там тоже как бы есть свои заморочки но в целом когда ты едешь автостопом ну я приблизительно закладу что день автостопа это как бы 500 километров плюс-минус от 500 до 1000 скажем так 1000 километров это проехать от ростова до москвы то бишь когда ты приехал в москву ли какой-то другой крупный город ты можешь там либо найти кого-то либо если ты давно ездишь у тебя там уже есть какие-то друзья знакомые у которых можно что-то с собой сделать либо остановиться либо до недавнего времени который был бесплатный каучсерфинг либо найти кого-то там и тогда уж проблем со стиркой не возникнет в принципе вот если вообще какие-то критичные условия в плане того что нет воды если ты там допустим три дня и что по мне не знаю по сахаре и нет просто воды ну человечество использую сейчас такую штуку как влажные салфетки мест которые выделяют запах на человеке не так уж много и допустим пяти-шести влажных салфеток хватит чтобы запах устранить если у тебя вдобавок к этому есть какой-то дезодорантик то это еще плюс день супер способностей без запаха один из методов венчуми ну да ну ты знаешь такой способ целом используется и в каких-то в походах в тех же самых горных когда она кто-то не хочет купаться в речке в холодной или в снегу ну и в целом влажные салфетку салфетка очень полезная штука для гигиены ног гигиена ног это тоже такое такая довольно 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 важная штука если ты вечером не помыл ноги после тяжелого дня утром ты будешь себя чувствовать очень плохо помытые ноги на ночь они снимают 40 процентов твоей усталости скажем так ты себя чувствуешь просто прям таким бодрячком сейчас я уеду в америку автостопом по ла маншу оттуда перепрыгну куда-нибудь так что в целом все решаемо тем более в нашем современном мире по моему но тут про ноги упомянул в горах особенно там в конце там тяжелого пути ноги засунет какой-нибудь ручей например и ты такой прямо как вербализирование слова ты такой знаешь полной эйфории да полной эйфории все да и ты на утро там бодрый свежий что на утро через час ты уже свежий классный вот смотри вот ты приезжаешь получается хорошо трассу мы разобрали плюс-минус то есть из населенного пункта населенный пункт и там либо у тебя есть знакомые либо там знакомые твоих знакомых либо ты пользуешься например там каучсерфинг может еще какие-то озвучишь может быть сайт там не знаю сообщества но сейчас как сейчас и как в целом ну вот происходит интеграция такая вот человека в город автостопщика чтобы он не ночевал там на вокзале или под кустом вот как это происходит сразу дополню дополню про сайт и помимо каучсерфинга еще есть сеть by welcome есть 1 трус и третье и третье которое потом вспомню и скажу на самом деле чуть больше а ворман ворм шауэрс или что-то такое но она для велосипедиста больше интеграция в город как происходит для того чтобы не остаться в городе ночевать где попало нужно соответственно заранее чуть продумать свой маршрут и найти там каких-нибудь людей у которых ты можешь скажем так перекантоваться обрести чуток цивилизации вот но в целом для того чтобы остаться не ночевать у кого-то в принципе тоже не так плохо потому что для автостопщика это ну по крайней мере для меня думаю для всех это большая проблема заезжать большие города когда ты двигаешься куда-то прямо по маршруту для того чтобы заехать в город тебе нужна какая-то отдельная машина которая в него заедет потом тебе нужен транспорт который ты не знаешь как там ходишь чтобы добраться до какой-то точке там потом тебе нужный транспорт чтобы выехать на какую-то точку из которой ты можешь уехать это все занимает очень много времени и иногда если допустим европа то это еще и деньги занимает потому что пригородный транспорт в европе он чуть подороже чем у нас это не то что за 20 сколько там за 26 рублей взял уехал в батайское оттуда поехал дальше на море вот там это чуть 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 проблематичнее вот а в целом чтобы переночевать скажем стоишь палатки в городе ну это не так уж и плохо в ростове допустим это будет не очень комфортно а в каких-нибудь городах где много парков и где в принципе народ там допустим как в турции просто спят на улице это не проблема вообще в том что стамбуле я помню три ночи провел на набережной босфора и чувствовал себя прекрасно палатки на набережной даже без палатки там было так жарко что палатка была просто ненужно ну я помню я когда в Стамбуле был там да там такие интересные места короче на берегу что можно без палатки а когда ты был летом да где-то август наверное ну лето скажем так реплика относительно того что сейчас города благоустраиваются и в несколько городов России уже давно там больше десяти лет назад мы с одним товарищем приезжали я до этого в этом городе было каждое лето и я говорю слушай да ты не бери палатку там вообще самому просто вот там мест миллион где можно переночевать значит и вообще не парься по этому поводу вот вот из парки я точно знаю что там можно найти место мы туда приезжаем а нам парки так благоустроены что ну это не знаю ну как вот как вот на газоне понимаешь ты ляжешь тебя видно со всех сторон мы ходили 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 и потом пошли на вокзал все-таки и на вокзале вот на этих скамейках короче ночевали ну да это не самое комфортное ну вот у меня допустим была история в позапрошлом или в прошлом году я ездил по Европе и решил заехать в два города в Германии один из них Дортмунд а второй Гельсенкирхен что не говорят эти названия нет Дортмунд это наш город побратим Ростова один из 13 по-моему в парке Дружбина на северном там стоят пятаки все наши побратимы вот Дортмунд вот а Гельсенкирхен это побратим шахт вот они находятся довольно рядом там тоже наверное километров 30 между ними или 60 ну такие соседи вот я думаю что надо обязательно посетить города свои побратимы посмотреть что там есть у них такого вот и в общем Гельсенкирхен я заехал в первым и не планировал заезжать в Дортмунд но сложилось так что я высадили меня там где-то на автобане я просто не мог оттуда уехать потому что там короче неудобная позиция была вот я решил заехать в Дортмунд заехал туда и уже как бы время было к вечеру я понял что я отсюда к вечеру уезжать вообще без вариантов решил остаться там походил походил по городу думал где же тут переночевать а у них в центре стоит такая большая церковь готическую такой собор вот и прям на входе в церковь когда он уже закрылась там лежал один или два таких граждан без определенное место жительства и которые без всякого зрения совести там своими котомочками просто лежали и спали я думаю о это же круто знаешь переночевать перед дверями церкви закрытыми знаешь как к такой путник которому некуда идти он находит последнее пристанище я пришел к тебе господи дай мне чего-нибудь там вот я пошел церковь другой стороны нашел альтернативный вход вот расположился там поселил коврик вот эта история имела такое интересное продолжение утро я лишь усплю так приоткрываю глаза смотрю что там уже какой-то свет божий на тебя светит и смотрю слева какое-то движение там и я так приоткрываю глаза и смотрю какая-то девочка устанавливает штатив по всем признакам хочет меня сфотографировать или ну ладно как бы толерантная европа пожалуйста он там чела по пощелкала собрала штатив и ушла не ну окей я проснулся собрал спальник смотал коврик и замечаю она идет обратно она подходит ко мне мы с ним общались по-английски она сама немка была в общем она учится то ли на фотографов на фотографа что там такое вот и у нее какая-то дипломная работа фотографировать бездомных людей она говорит вот можно я вашу фотографию опубликую там я уже не помню где дала мне такую бумажечку что я расписался что я не против этого и она награду дала мне два круассана я уже не помню до этого было до беседы ли сначала она пошла вот вам два кросса на верю да я как бы не бездомный но у меня все хорошо ведь ну это все равно тема моей работы я вот фотографирую людей так я заработал своим скажем так бомжизмом два круассана и стал знаменитым человеком ну да если учесть то что я был вот так спальнике в шапке ну возможно кто-то узнает меня относительно того что у костёла в костёле ты хотел переночевать рядом с ним была история с одним товарищем который ну не как автостопщик но просто как такой можно сказать пилигрим он зашел в какую-то там протестантскую обитель и через какое-то количество лет стал пастырем протестантским ну так что судьба вот так непредсказуемо к людям где люди добрее поясню свой вопрос вот читал книги антона кротова и меня поразило первых что он принял ислам опять таки исходя из того что он утверждает что в сравнении с европейскими странами в странах таких вот более восточных особенно где ислам исповедуется в качестве такой общепринятой государственной религии люди более открыты более добры к путнику к автостопщику вообще к путешественнику и казалось бы да там европа там толерантность там право человека отношения там к человеку там более такое гуманное но вот в плане путешествий гораздо как-то лучше по его словам выйти в таких вот странах исламских это меня очень потрясло и прямо перевернуло картину мира в свое время вот ты согласишься с таким мнением или нет и что можешь к нему добавить из своего опыта ну я не был в тех странах сирии и тому подобные самая мусульманская и самая наверно южная страна это была турция вот ну в целом я наверно согласен с этим мнением просто если брать европейцев европейцы больше считают что ты но не ценят индивидуальность и самостоятельность и то есть если ты стоишь на улице и допустим ты потерялся то никто не будет подходить и там спрашивать а ты что потерялся давай я тебе помогу как навязывать себя у них это не принято потому что если ты попросишь помощь тебе ее окажут если не попросишь то вдруг ты просто хочешь там стоять и делать вид что тебе что ты не знаешь куда идти вот ну это наверное можно проследить и в нашей стране если взять посмотреть фильмы лет сорока назад пятидесяти как тогда люди относились друг другу человек приезжает москву не знает что делать там сразу что набегает толпа о давайте ему поможем отведем туда там поселим в общежитие дадим работу и всякое такое и если 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 сравнить отношения которые есть у людей сейчас как бы у нас тоже такая большая индивидуальность как бы никто к тебе так не будет там что что-то навязывать говорить давай мы тебе это все сделаем такие вот какие-то братские отношения вот да разница есть разница есть и она зависит как и от страны так и от религии религия дает существенный налет общения с людьми скажем так если брать европе и европу и азию то разница конечно чувствуется как в автостопе так и и в отношении людей ну таиланд называют страной улыбок ну и в целом да люди там любят улыбаться они тебе улыбаются когда я из таиланда прилетел обратно в россию и вот такой иду веселый я там пробыл 4 месяца по в целом в азии иду я такой весь на позитиве я вернулся домой как классно и тут девушка девушка которая сидит там на паспортом карту контролью так листает мой паспорт что вы делали в четырнадцатом году на украине знаешь ну такой контраст был просто я у меня был настроен что сейчас приеду она посмотрит что уехал из россии четыре месяца назад скажет волос возвращением тебя так рада тебе видеть а то что вы делали на украине четырнадцатом году вот то же самое касается китайских мусульманских стран там у них просто другое отношение и к человеку и путнику у них по моему там в коране прописано что если ты в пути путник то тебе надо помогать и они в большинстве своем останавливаются именно из-за этого есть такая религиозная составляющая в целом это наверное хорошо наверное тогда ну вот если брать таиланд у них буддизм у них скажем так но это тоже религиозная составляющая но их не волнует путник то или нет они видят что тебе как бы нужна помощь что-то там стоишь не знаешь куда идти и тебе подойдут подскажут тебя надо туда-сюда или там угостят водой что там это вроде у нас в россии ну у нас тоже есть взаимопомощь но такая что наверное тебе сначала подскажут потом скажет пойдем выпьем вот ну как то так и потом станем лучшими друзьями и возможно примем гражданство россии какие самые дальние поездки совершал стопом самые дальние интересные может быть самый интересный не самый дальний ну самые дальние наверное это когда я позапрошлого в паза позапрошлом году перелетел с камчатки в магадан и оттуда из магадана доехал до москвы вот на следующий год и также камчатки прилетел на сахалин оттуда десантировался на пароме хабаровск путился до владивостока и также доехал по манды иркутска да не до москвы вот ну самая дальняя наверное это было вот этот пробег магадан москва я уж не помню сколько там недель-две наверное ехал или неделю но я еще останавливался попутно в городах которых я не был где-то уже не первый раз у меня там есть друзья допустим чите вот самые интересные даже не знаю так и не могу сказать что проходить происходило весело интересно веселое ну наверное это все-таки азия там это был семнадцатый год нас прилетело в азию довольно много народа российского и из нашей из тусовки автостопный вот тогда были помыть два дешевых чартера по 7000 москва-бангкок это довольно дешево вот туда прилетело много народу и мы все там начали рассасываться по этой азии первая точка пересечения в бангкоке живет один замечательный человек такой антон дрянечкин вот который предоставляет вписку это когда можно приехать к человеку переночевать у него вот почти всем желающим по индивидуальным заявкам вот первоначально весь народ пересекался там потом люди из тусовки они обнаружили какую-то заброшенную виллу на самуи вот решили заскватировать у нас тусовки есть такое понятие которое называется дом для всех когда ты приезжаешь куда-то ты в курсе нет ну да да вот сейчас просто уже не только он делает эти дома почти все желающие с момента открытия проекта пошло уже много лет и сейчас эти дома открываются ну по несколько домов год с разными людьми это когда ты можешь приехать дом кому-то пожить там поесть узнать что-то интересное познакомиться с людьми и использовать его скажем так как базу да как базу для радиальных выходов по району вот это очень удобно интересно новые знакомства вот и наши ребята заскватировали на самуи заброшенную виллу вот мы там прожили наверное месяца полтора я не очень долго где-то неделю может быть суммарно вот потом вся тусовка переместилась в малайзию там был такой городок с интересным названием эпох вот там были какие-то малазийские ребята которые развивали какой-то художественный проект или что-то в этом роде я уже не помню но и там тоже там оседало довольно много народу и после этого народ уже стал как-то рассасываться по остальной части азии вот в принципе там было довольно много интересных встреч и в целом все было так довольно радостно это таиланд азия это в целом довольно благоприятный регион для путешествий если это их лето то лишь наша зима все время солнце может быть раз в месяц какой-нибудь дождик пройдет я даже не понял был там дождь или нет за эти четыре месяца вот дешевые фрукты овощи целом такая уличная еда доступная море океаны интересная природа все что надо человеку для жизни остановлюсь на позицию критика вернее транслирую такое критическое мнение людей к автостопу в частности ну и вообще к различным там таким вот увлечением людей к образу жизни будь то там не только автостоп альпинизм там горно-туризм не знаю что угодно что говорят люди да то есть первое что это скажем так свойства людей в основном молодых либо быть может инфантильных которые вместо того чтобы переходя к пункту 2 вместо того чтобы там не знаю копить на взнос на ипотеку на чтобы приобрести квартиру и потом за него выплачивать там лет 15-20 они вот занимаются такой фигней как ездят там по разным интересным странам смотрят мир вокруг вот там поднимаются на вершины гор там куда-то лазают и тому подобное и то есть по сути говорят что вы бездельники не на заводе пашите а вот занимайтесь вот этим и третье что все-таки это свойства людей до тех пор заниматься они могут этой деятельностью пока у них не появляются семьи и определенная ответственность то есть а так как это все-таки ценность для большинства людей то ну как бы это такой период до момента наступления семей то есть вот что мог бы ты ответить каким людям таким людям что я могу сказать ну насчет возраста когда это еще делать как не молодом возрасте когда мы дети мы там играемся в какие-то в игрушки когда мы подрастаем играемся видеоигры когда мы дорастаем до возраста когда понимаем что можем уйти из родительского гнезда это самое время чтобы из него уйти и попутешествовать по миру по моему это абсолютно правильно и ну считайте такое каким-то негативным качеством это по моему ну не сильно правильно скажем так в кавычках вот насчет зарабатывания денег и ипотек ну я честно говоря не думаю что люди у которых есть ипотека они активно куда-то путешествуют и были хотя бы в половине стран где был я ну возможно ипотека это хорошая штука когда-нибудь возможно и она у меня будет вот про что там было про семьи знаю я людей которые путешествуют и семьями не так много я просто думаю что для того чтобы путешествовать семьей тебе нужно активировать свою самую главную суперспособность не просто завести семью а возможность управлять этой семьей в каких-то нестандартных условиях которыми является автостоп это тоже наверно своего рода такой челлендж испытания и по моему это очень круто если я увижу людей которые путешествуют семьей у них все хорошо ну может только порадоваться за них здесь можно еще добавить относительно тезиса про безденечество что вот у авп академии вольных путешествий это такая крупная группа людей которые занимаются автостопом бывают слеты вот про них ты сейчас расскажи на которых как я слышал там в принципе люди приезжают на дорогих машинах все люди которые автостопом занимаются они на мероприятия автостопщиков приезжают на своих машинах для них это просто броню в целом да у нас у нас у нас у нас два слета в год проходит летний самый многочисленный и осенний не такой многочисленный на летний исход приезжает там порядка суммарно 600 человек 500 500 600 за 3-4 дня который он проходит вот и с парковкой там конечно проблема потому что приезжает довольно много народа ну не на самых шикарных машинах но эта машина вот так что насчет бездельничество не знаю по-моему бездельников хватает везде если там они есть ну да у нас в правительстве их по-моему хватает скажем так а здесь люди которые любят мир вокруг умеют общаться с людьми и главная черта которая вот ты сейчас тоже это подтвердил это положительное отношение к миру вокруг к людям ты постоянно говоришь люди люди там пообщался пообщался и так очень многие люди которые занимаются автостопом для них вот общение с людьми умение находить с ними общий язык как-то коммуницировать имеет большое значение чего не хватает как раз многим очень многим нашим согражданам возможно да здесь просто наверное развиваются такие качества как умение находить контакт с людьми и делать это на какой-то на позитивной волне по-моему тоже очень правильно потому что многие люди именно контактируют с людьми и не стараются нести какой-то позитив а когда ты говоришь с водителем который тебя везет ну тебе нет смысла говорить ему какие-то плохие вещи нести какой-то негатив поэтому ты как я я пытаюсь найти в каждом человеке что-то хорошее водители если брать эту ситуацию и ну чем больше ты практикуешь это тем больше это укрепляется в тебе наверное качество как так я услышал один из тех вопросов которые еще интересуют по автостопу это лекарство вот реально человек может дороге заболеть ну и болеет порой вот как автостопщик справляется с этими проблемами когда там диарея когда там не знаю головная боль или может быть ангина или может быть не болеют я болеть не сильно люблю и поэтому стараюсь этого не делать вообще тоже подтверждено почти британскими учеными некоторыми людьми что когда ты находишься в путешествии у тебя организм как-то активизирует свои внутренние как правильно сказать мобилизует мобилизирует внутренние своей силы и ты как бы болеть особо не стремишься вот иногда случаются такие казусы но в большинстве своем независимые от тебя если у тебя есть голова на плечах ну скажем так это бывает проблема с водой как раз диарея вот для этого нужно иметь с собой таблеточки то бишь личная аптечка это наверное как горах ты должен подбирать ее под себя не следовать каким-то там рекомендациям что вот в аптечку нужно взять два килограмма того три килограмма бинтового всего прочего а действовать исходя из своего опыта и разума то есть если ты знаешь что у тебя там проблемы не знаю сердцем нужны какие-то лекарства для сердца если там проблемы с ногами то соответственно тебе надо понимать что ты не будешь долго идти или тебе надо взять с собой не знаю там что может помочь при ногах эластичные бинты я не знаю что это вроде вот моя аптечка предельно краткая в нее входит несколько компонентов как 1 зеленка для каких-то мелких ранок для чего-то еще вот такая вот удобная штучка с лопаточкой внутри очень удобно мазать соседа или самого себя ло пирамид от желудка цитрамон от головы лейкопластырь от всего лейкопластырь это универсальная вещь которая можно и залеплять какие-то ранки можно починить палатку можно залепить рот какому-нибудь товарищу который хочет говорить но ты не хочешь чтобы он говорил самый наверное важный компонент моей аптечки это уникальное средство наших бабушек и дедушек и возможно даже про бабушек это звездочка я думаю все помнят эту маленькую не открываемую таблетку со странным содержимым в целом я ее использовал раньше для от всего практически от силу от комаров от укусов для того чтобы они тебя не кусали и от неприятных запахов которые образуются от людей и чего-нибудь еще один раз я изобрел новый способ использования звездочки будучи в москве московском метро я зашел в вагон метро и заметил одну такую интересную особенность это был не час пик но народ было довольно много но вагон с одной стороны был почти пустой и там сидел только один человек пропускать сидячее место в московском метро но это как бы маветон я подошел к этому мужичку сел рядом с ним не конкретно рядом а где-то там в пределах досягаемости и вдруг понял что не зря народ не сидит рядом с ним совсем не зря потому что товарищ оказался по всем признакам без места жительства определенного вот и от него разила разила довольно сильно таким откровенным бомбшизмом вот присаживаться мне уже не хотелось ну что делать я вспомнил что у меня в рюкзаке лежит звездочка которую я буквально наверное месяца три назад купил во вьетнаме настоящая вьетнамская звездочка не нашу подделка хотя я не думаю что они отличаются вот я достал эту звездочку намазал себе нос и запах перестал ощущаться абсолютно вот и так я открыл наверное новый способ применения звездочки скоро я на раз создам клуб по изучению свойств фан-клуб звездочки вот ну и теперь им активно пользуюсь если вижу кого-то человека которого предположительно может вонять просто мажь себя звездочкой все или хочешь отпугнуть какую-нибудь девушку которая тебе не нравится можно предположить что вообще звездочка на самом деле от всех болезней просто его эффекты они еще пока не открыты да точно они еще не открыты на самом деле звездочки это универсальное средство возможно возможно если правильно мазать там я не знаю отрубленные конечности то они будут отрастать или прирастать там третья рука области что можно поэкспериментировать как наиболее смелый следователи на себе да я думаю нам надо этим заняться тем более звездочкой здесь очень будем искать единомышленников для этого клуба да ну двое уже есть значит клубу быть такого назовем ростовская звезда что это вроде объявляем конкурс на лучшее название нашего клуба любители звездочки питание в автостопе все мы любим кушать и автостопщики не исключение они тоже люди да люди любят кушать у Антона Кротова есть описание как он в торпедах так называет пластиковые такие вот бутылки в которые насыпают допустим там крупу там гречку он особенно любит сахар отдельная торпеда такая и возит их с собой удобно тар классно все замечательно специфика автостопа и вообще специфика путешествия по другим странам предполагает и возможность отравиться и ну как бы порчу продуктов там нет холодильника с собой никакого вот расскажи о своем опыте как ты ешь что ешь собой как это происходит короче мой подход питанию мой подход питания это не нагружать себя излишними продуктами но сделать так чтобы они у тебя были то есть когда я еду по россии я рассчитываю на то что каждый день возможно каждый день возможно через день в крайнем случае у меня есть доступ либо к магазину либо к нормальной столовой которых на трассе встречается большом количестве вот то бишь обед у меня полноценный это либо второе либо первое которое я ем столовой на ужин я достаю свою горелку который у меня есть собой кипячу себе водичку и варю в ней гречку либо другую крупу но в последнее время у меня с собой гречка потому что от нее легче отмыть котелочек она не горает как рис целом такая удобная крупа вот и когда она закипает добавляют до варю вареную растворимую вермишель вот к этому супчику идет нарезанная колбаса и кетчуп появляется в принципе такое довольно годная варева которое можно есть и которое тебя прекрасность насыщает вот таскать какие-то килограммы гречки или килограмма сахара с собой а смысла не вижу ну если ты не в какой-то дичайшей души где тебе негде этого всего купить вот остается у нас завтрак завтрак это чай ну скажем так легкий перекус которого тебе должно хватить в принципе я в принципе не люблю на завтрак особо много чего есть если не работаю сильно вот поэтому чая с печенюшкой мне хватает и в принципе на этом на я и живу вот что делают другие особо я не знаю и целом я никогда не общался по этому поводу с другими людьми возможно у них там какой-то другой подход недавно кстати в прошлом году ко мне приезжали ребята такие довольно известные в узких кругах автостопщики это дочка с папой они путешествуют уже по моему года два они из калуги вот и они с собой возят столько всякого ненужного барахла на мой взгляд они мне демонстрировали чугунную сковородку на которой они любят жарить и шинку чугунная сковородка которая весит килограммов полтора наверное для меня это ну просто непозволительная роскошь и такое с собой в жизни никогда не возьму но ребята просто любят комфорт и для них наверно классно там сидеть где-нибудь на берегу океана и жарить и шинку на бабушкиной сковородке которая там при перешла из предыдущего поколения по моему это очень круто слушай да классная идея у меня как раз сейчас на стене висит сковородка большая латунная про бабушки ну вот или можно брать с собой особенно в горные походы хорошо на эльбрус и на вершине эльбруса пожарить бекон с помидорами самое то а вот относительно местной кухни ты приезжаешь в страну например а там какие-нибудь вкусные ништяки там например насекомые классные личинки вкусно это да то есть вот ты же можешь это съесть и потом ну скажем так не проснуться и не проснуться с диареей ну в целом да ну ты знаешь такую конкретную диарею ну не один раз и это было далеко не уличная еда это был центральный аэропорт индии в деле имени индиры ганди где я купил себе какой-то гамбургер куриной котлетой вот после этого гамбургера первый раз меня протошнило в самолете на высоте приблизительно 10 тысяч метров второй раз меня протошнило по прилету в арабские эмираты в аэропорту и третий раз меня протошнило уже окончательно когда я из этого аэропорта поехал ночевать на персидский залив вот так что у меня такое подозрение что ну это не только мое мнение что гораздо больше схватить проблем это не в таких вот уличных забегалов и поля как у на шаурма а именно в таких полу скажем недорогих кафе которых нет не такой большой поток туристов вот но если это случилось то что тут поделать надо относиться к этому как должному пришло время умирать умирай это кстати вот тоже она такая довольно интересная история мой друг антон дрянечкин как он собственно говоря попал в Таиланд не попал а как остался там он путешествовал по Таиланду он ему не особо вроде как нравился насколько я помню и он поставил палатку где-то поставил палатку и вот нам покусали комары в принципе для Азии обычное явление комары но комары оказались малярийными вот и утром когда он проснулся он понял что просто не может выйти из палатки вот и он там провалялся несколько дней там его нашли какие-то местные носили ему воду ну есть он наверно тогда ничего не мог просто носили ему воду вот и это послужило причине того что он решил задержаться в Таиланде чтобы восстановить здоровье потом как-то оно завертелось и он там завис вот уже наверное лет на восемь так что если вы съели какой-то травленный гамбургер то возможно это к добру и вам понравится Индия вот относительно книг что почитать бы человеку который жаждет путешествовать стопом ну это по-моему знаешь зависит от человека книги если допустим почитать Джека Лондона то у тебя появится тяга если она появится возможно кота к более экстремальным путешествиям там а-ля конюхов скажем так если ты почитаешь не знаю там унесенный ветром возможно захочешь сесть поехать в Бразилию там куда-нибудь или откуда они там были не знаю вот надо наверное просто уметь ловить ловить посылы которые тебе идут из книг из жизни от людей и это если ты умеешь извлекать вот эту информацию и как-то присовокуплять ее к себе то ты будешь как-то и развиваться дальше если ты не умеешь этого делать то будешь сидеть смотреть НТВ насчет книг это наверное все главное то есть главный подход ну конечно не смотрите властелина колец видео смотрите читайте только книгу ты как кстати к фильму относишься к самому фильму в сравнении со всем что есть только себя современный кинематограф очень положительно но с этой точки зрения особенно если посмотреть как хоббита вот этого сняли это ужас короче просто который тоже камера снял не подожди петер джексон же снимал а ну да да он снял но если бы он снял как властелина колец еще куда не шло а как он снял хоббита там они вообще они всунули туда короче любовную линию эльфийки короче и гнома кили представь себе я сейчас понимаю обрушился сейчас я в принципе ожидал этого фундамент твоих знаешь у меня просто к фильму не самое положительное отношение к пластилину колец тебя а почему кстати интересно когда я еще только читал в журналах о том что будет сниматься фильм до исторические дом до телефонные времена я в принципе уже понимал как этот фильм могут снять знаешь таки вот идет голливудские шуточки там крупные планы ну это это не то что я хотел бы видеть просто для меня это не то чтобы часть души но я к этому относился очень серьезно я собирал биографию толки но у меня дома такая подборочка когда когда еще не было никаких интернетов я просто ходил по библиотекам из всех журналов доставал какие-то вырезки сканировал их приносил домой на xx сериал xx вот когда еще не было такого слова свободного доступа ко всей информации там на земле вот для меня это все было очень серьезно это что снял он я в принципе понимал как он это снимет и он в принципе так и снял потому что ну знаешь когда ты голливудский режиссер снимать допустим какой-то арт-хаус когда снимаешь там титаники но это никто смотреть не будет человеку нужны были деньги и мои надежды оправдались самые печальные любимый город шахты достояние наше ты с каждым новым днем становишься все краше и в золотом кольце полей по чистым небом земля отцов и матерей сияет светом шахты культурный туристический центр ростовской области как все мы знаем вот ты там родился ты там прожил большую часть жизни ты там живешь периодически когда возвращаешься и ну мне например всегда отрадно вот когда человек много где бывал было в разных странах было разных городах больших все равно возвращаясь он что-то там делает какие-то клубы по интересам какие-то интересные занятия собирает людей как-то продолжает все равно каким-то образом путь по чуть-чуть но вот продвигать свой родной городок вот расскажи что для тебя шахты и что-то там дел делаешь будешь делать я там родился вырос и даже жил как ты уже верно подметил вот что этом дальше будет делать еще не знаю вот центр туристической жизни или донской плод путешественников как я его называю он потому что я живу там скажем так вот эта группка которая шахтинский клуб приключений она собственно говоря это я вот почему я сделал я просто понимаю жителей маленьких городов в российском масштабе шахты таким является провинциальный городок там очень большой информационный вакуум то есть ты возможно я знаешь какую-то информацию но тебе на нее не дотянуться если брать в сравнение нашу официальную столицу либо культурную каждый день там проходит такое количество мероприятий я вот эту зиму прожил в питере я себе просто делал на каждую неделю расписание со всякими интересными мероприятиями которые там проходили что потому что у них просто путался вот большинство из них абсолютно бесплатные большинство условно бесплатные но они очень классные это концерты лекции какие-то курсы это это все очень круто и меня всегда волновал волновал такой вопрос почему бы это не делать почему этого нет в маленьких городах вот и что такое я бы хотел делать и в шахтах вот я организовал как-то английский клуб я сам небольшой профессионал английского но у меня основная задумка была что ли вы чтобы люди сами собирались и на взаимном желании они бы сами друг друга обучали то бишь просто какое-то идет общение ты увидел что ты сказал неправильно я ты мне посоветовал и наоборот какие-то ну я думаю что это это бы все пошло начало бы как-то организовываться вот но я понял такую вещь что людям как-то это не особо нужно тем людям которые нужно их не так много и они как-то либо не знают про все это дело либо как-то туда не попадают а приходят такие которые говорят о да в эту пятницу не смогу в эту субботу я не смогу там у меня дела они могли бы вы там на час позже на час раньше начать но как-то это не совсем серьезно вот и этот клубчик который я создал это скажем так наподобие ростов экстрима это просто информационная площадка в которой я показываю что вот в шахтах есть такой человек я которым можно прийти с которым можно пообщаться я живой человек я могу с кем-то поконтактировать рассказать пообщаться можно задать мне какие-то вопросы можно поделиться опытом и я считаю это очень важно если бы такой человек был когда я начинал путешествовать или когда начинал интересоваться даже не человек какой-то если бы я знал что появится тирекс там я что-нибудь в этом роде это было бы очень круто и сократила бы какие-то ненужные искания сократила во время бездарно потраченная на какие-то поиски какие-то возможные ожидания или как у некоторых людей наверное это просто ты посмотрел посмотрел это далеко я не поеду и просто забиваешь на все это дело вот это такая моя простая позиция гражданская открытость готовность помочь и консолидация людей которые потом может быть даже сами продолжают общаться или кто-то там уезжает продолжая общаться уже нести те знания тот опыт который получили от тебя ну дальше скажем так это не рыба для рыбака это удочка для рыбака говорится хочешь помочь человеку дай ему удочку вот я ни от кого не скрываю эту страницу она в открытом доступе находите смотрите если вам это интересно я помогу если интересно ну пожалуйста я никого не заставляю я понял ближайшие планы ближайшие планы сейчас планов как таковых нет потому что непонятно что творится в мире надо переждать всю эту тему так бы вообще очень хотелось вернуться в непал мне там очень понравилось походить месяцок-другой там посмотреть на все эти красоты которые я там только пробегал потому что у меня было мало времени ну и не знаю может быть завоевать мир а до тех пор поработать с деревом ну да если никуда не уеду то купить небольшой станочек или маленький столяр цех и делать что-то с деревом возможно еще с мебелью у меня были некоторые пробы пера в изготовлении мебели различных форматов и вот в прошлом году когда я был в норвегии я туда ездил по программе борг и если слышал расскажи это ты приезжаешь к людям живешь у них они тебя кормят а ты за это выполняешь какие-то какую-то проченькую работу работа бывает совершенно разнообразной там я не знаю от ловли крабов на морском побережье да там мойки посуды условно говоря вот я приехал норвегию к ребятам которые хотели сделать себе как они говорили книжную полочку в прихожую в итоге это оказался ну что-то типа смеси шкафа с полкой которая делал полный месяц это было полностью из деревянного массива из неструганных досок то бишь моя работа там заключалась абсолютно во всем начиная с дизайна и кончая всем то бишь я его делал полностью с нуля вот это было очень прикольно потому что ребята попались не сильно придирчивые скажем так по норвежски вообще не придирчивые и у нас с ними совпадали вкусы очень сильно то бишь и я делал эскизы несколько эскизов и думал про себя вот вот это самый классный эскизик я приходил показывал меню а вот смотри какой классный давай делай его короче вот и собственно говоря моя работа так и шла вот и сейчас я думаю возможно делать что-то в этом плане спасибо за интересную беседу на здоровье обращайся мир труп май сейчас позже брови причешу тебе дать гребень а то буду с непречесными бровями вдруг меня будут девушки смотреть незамужние а в голливуде как в голливуде не просто я не раз снимался фильме в ростове здесь но его так и не сняли до конца что там какая-то девочка она учится в москве и есть какая-то то ли дипломная работа у нее была в общем она приезжала сюда снимать какой-то фильм такую мини короткометражку вот что там это я был мужиком который живет у нее в доме снимает комнату она там живет с мамой что-то она меня должна была влюбиться ну короче вот там какая такая история так это не второстепенная роль какая-то ну да почти главное скажем так вот но в итоге что-то она там затянула с монтажом потом но это было уже года два назад в итоге я не стал звездой экрана или не жаль два года это еще не затянула с монтажом ну а ты знаешь что там того что она там говорила мне уже надо уезжать потому что у меня там через неделю это все будет какая думаю она уже благополучно забила на все это дело понятно если вы нас смотрите пожалуйста снимите этот фильм мы ждем женя я додела его я хочу это видеть